Друзья, а у меня новость для вас. Вот прямо-таки с пылу с жару. Телепортацию изобрели. Пам-пам-пам. Представляешь, как все сейчас удивились. Куда будем телепортироваться? Пока что, пока что ты расскажешь подробнее. Лучше это не сделаю не я, а человек, который действительно в этом деле понимает на все 100%, и нам подскажет, что это такое, зачем это нужно и каким образом это работает. Лариса Непомнющая, нотариус с нами сейчас на прямой связи. Доброе утро, рада вас поприветствовать. О телепортации мы уже заговорили, но, разумеется, мы из кинематографа больше знаем об этом направлении, и что это вообще такое. А тем не менее, сейчас появилась, знаем, нотариальная телепортация. Вот для чего это нужно и как это работает? Здравствуйте. Ну, хотелось бы нам, конечно, нотариату России помочь нашим гражданам в такие нелюбкие времена и телепортировать всех в любую точку страны. Но я думаю, это все-таки будущее, нотариата. Сегодня мы активно включились в те процессы, которые позволяют дистанционно передавать документы практически молниеносно в любую точку страны. То есть обращаетесь вы к ближайшему к вам нотариусу, и в режиме реального времени, буквально в течение пяти минут, оформленные вами документы оказываются в той точке страны, куда вы хотите их направить. Например, вы даете вы доверенность, и через пять минут в другом населенном пункте, в Норильске, в Москве, в Санкт-Петербурге, ваш представитель получает документ у нотариуса, у которого он находится в этот момент. Таким образом можно передать доверенности, согласия, любые личные документы, свидетельства о рождении, о браке, то, что сейчас необходимо порой нашим гражданам для оформления сделок. Очень востребованы эти сервисы при оформлении наследства. Мы сейчас можем помочь нашим жителям практически дистанционно все процедуры оформления наследства провести, начиная от принятия наследства и завершая получением свидетельства о праве наследства и документов, подтверждающих регистрацию права у нотариуса. Мы уже неоднократно эти проделывали, обкатали на практике все эти процедуры, поэтому гражданам удобно, они сейчас поняли, что это позволяет им экономить время, силы, ну и тем более сейчас, когда мы не очень свободны, в возможности поехать куда-либо, это очень востребованный сервис. За первую половину апреля 65 тысяч обращений к нотариусам было именно по вопросам, как мы с вами выразились, нотариальной телепортации. Почти в четыре раза увеличилось обращение к нотариусам для передачи через нас документов в налоговую службу, в Росреестр. Мы тоже здесь помогаем и индивидуальным предпринимателям, и бизнесу. Те заявления, которые обязаны передать они в налоговую инспекцию в связи с различными изменениями в своей деятельности, можно подать через нотариуса. Поскольку мы знаем, что был период, когда ни многофункциональные центры, ни налоговой инспекции прием не вели, это был реально выход из ситуации для наших заявителей, для наших граждан. Лариса, смотрите, вы сказали, что я прихожу, например, к нотариусу, и мы можем отправить документы в течение пяти минут, и в этот же момент должен находиться тот, кому я отправляю, у другого нотариуса? Или это разница в какие-то дни может быть? То есть вот этот вот механизм. Я должна позвонить и сказать, так, такого-то числа, у вас столько-то часов, я буду здесь, ты там, и тогда все придет. Или можно это растянуть по дням? На самом деле, это очень комфортная система обмена документами, потому что мы через нашу информационную систему нотариата, это защищенный канал связи, направляем документ, к чему мы можем конкретному нотариусу направить по вашей просьбе. И у нотариуса этот документ будет храниться до тех пор, пока ваш представитель на том конце страны не придет и не пожелает его получить. Либо мы можем направить в эту систему документ без указания, кому. Будет выдан заявителю, обратившемуся лицу, определенный код, QR-код, который он может переслать на телефон своему партнеру в другом городе. И он уже может к любому нотариусу в любое удобное для себя время подойти и по этому коду, предоставив его нотариусу, получить документ. Более того, электронный документ вы можете получить на любой адрес электронной почты. Вы можете получить его для себя, указав свой электронный адрес. И у вас будет полноценный электронный пакет документов, который вы можете самостоятельно представить в любое ведомство, например, через портал Госуслуга. Очень тоже вакурована сегодня эта услуга, поскольку граждане стали активно пользоваться сервисами портала Госуслуг, и им там нужен пакет электронных документов. В этом тоже может помочь нотариус. Хорошо, то есть я правильно понимаю, это не копия какого-то документа, это прям полноценный составленный самостоятельный документ, который подписан там электронной подписью, как я понимаю, да? В чем здесь основная, наверное, суть этого процесса, и слово «телепортация», которое из фантастики к нам пришло, что на другом конце передачи получают полноценный электронный документ, который абсолютно равнозначен тому подлинному бумажному документу, который вы держите в руках. Есть ли какая-то разница между этими документами? Если когда-то они встретятся на территории одного города, что-то из этих документов будет важнее превалировать над вторым? Будет ли статус копии? Нет, законодательной разницы между этими документами не установлено. И даже само нотариальное действие называется удостоверение равнозначности электронного документа бумажного. То есть это абсолютно одинаковые по своей важности документы. А вот подскажите еще, получается, все нотариусы, которые осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, имеют доступ к этой базе или есть определенные какие-то... Нет. С 2014 года нотариат России занимался созданием этой информационной системы. И сегодня даже в самом отдаленном уголке страны у нотариуса есть квалифицированная электронно-цифровая подпись, есть доступ в единую информационную систему нотариата, и он может полный объем услуг своим клиентам предоставить. Есть ли какие-то ограничения на то, какие документы можно таким образом телепортировать? Или ограничений нет? Ограничения есть для документов, удостоверяющих личность. То есть таким образом вы не можете телепортировать свой паспорт, например, и придать ему такую же равнозначную силу, как и паспорту, который у вас на руках. Все-таки паспорт – документ, который предъявляется в виде того документа, который с определенными степенями защиты, можно телепортировать только нотариально заверенную копию паспорта. Это все-таки будет не документ, удостоверяющий личность, а документ, который подтверждает, что в паспорте вот такая-то информация есть. Поэтому, пожалуй, это ограничение. Все равно мы с паспортом, как правило, являемся лично. Сам по себе паспорт без нас никакие действия не осуществляет. Поэтому здесь достаточно обойтись копией. А все остальные документы, да, можно пересылать через нотариус. И последний вопрос, кратенько мне хочется уточнить. Я просто помню, что сталкивался с услугами нотариуса, делал какие-то документы, не помню уже, что это было, но, по-моему, на недвижимость. И я помню, что была такая вещь, что если я предъявлял свидетельство о рождении, я там что-то на родителей оформлял, то предъявлялась, скидка появлялась, 50%, по-моему, по родству. Относительно электронных документов такая вещь действует? Относительно электронных документов там такой льготы нет. Там есть льготы, предоставленные налоговым кодексом и законодательством о нотариате для лиц, ну, там, участников войны, инвалидов первой и второй группы. Но размер пошлины там невелик. И он посилен вполне нашим клиентам. Если этот документ на одну страницу укладывается, то это 200 рублей по пошлине. Поэтому вполне доступное антариальное действие. Нас сейчас просят достаточно большие пакеты документов, например, по наследству заявления, приложения нескольких документов. Ну, все это вот... Да, здорово. Тем более, что если учитывать, что пересылка документов, это обычно обходится тысяч в пять, если... Потому что важный документ, это чаще всего специальная почта. И круто! Очень только порадуется, остается за граждан Российской Федерации и то, что мы к ним относимся. Да, огромное вам спасибо. Еще раз напомню тем, кто нас только что, может быть, начал смотреть. Мы говорили о нотариальной телепортации. Если вдруг пропустили начало разговора, обязательно пересмотрите на сайте enisei.tv. Лариса, не помнишь, я нотариус была с нами на прямой связи. Вам доброго дня, пожелаем огромное спасибо. Спасибо.